Сегодня в Астане прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. Главы пяти стран собрались в аккорде, чтобы обсудить перспективы развития этого интеграционного объединения. Что сделано за два года с момента подписания документа о создании ЕАЭС и в каких направлениях поработать предстоит еще, расскажет Даниил Рамазанов. Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. Члены Евразийского экономического союза сегодня вновь собрались в Астане. Главный вопрос повестки дня – перспективы развития этого интеграционного объединения. Прежде всего, хотелось бы поздравить важной датой всех нас, второй годовщиной подписания договора о Евразийском экономическом союзе, если вы помните, который произошел здесь, в Астане, два года назад, 29 мая. Российская Федерация, Казахстан и Беларусь дали старт. Наш состав пополнился Арменией и Кыргызстаном, и деятельность Евразийск набирает обороты. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить и принять решение по актуальным, важным вопросам деятельности экономического объединения. Актуальные вопросы повестки дня обсуждались уже в закрытом режиме. Все это время в пресс-центре Ахурды журналисты президентских пулов пяти государств находились, что называется, в режиме ожидания. Внезапно появившееся свободное время каждый заполнял как мог, однако большая часть служителей пера и микрофона все-таки следила за информационным пространством в интернете, в надежде первыми узнать хоть какие-то новости, но ленты предательски молчали. Вопросов было много, а самообсуждение шло бурно. Подтверждают эти догадки журналистов хотя бы и тот факт, что заседали президенты дольше запланированного. Впрочем, превышение временного лимита на встрече, где решается экономическое будущее пяти государств, дело понятное и даже привычное. Но вот президенты переходят в купольный зал Ахурды. И тут информационный вакуум начал заполняться главный ньюсмейкер, хозяин саммита Нурсултан Азарбаев. А первый тезис казахстанского лидера о том, что Евразийский экономический союз как полноценное интеграционное объединение состоялся. Потому, кстати, и интерес к нему со стороны других государств активно растет. Сегодня мы обсуждали в узком кругу вопросы и прорабатываем сотрудничество с Китайской Народной Республикой, Индией, Израилем, Египтом, Ираном, Камбоджией и многими другими странами. Отдельно рассматривается возможность налаживания торгово-экономических связей Евразийского экономического союза с интеграционными объединениями, такими как Европейский союз, ШОС, АСИАН и другие. При этом объединенный рынок Евразийского экономического союза обязан стать связующим звеном между Востоком и Западом, Севером и Югом. Свободное передвижение товаров, услуг в рамках нашего союза соответствует инициативе экономического пояса шелкового пути, выдвинутой китайским руководством. Планируется, что этот проект берет в себя те сферы сотрудничества, которые представляют экономическую выгоду и взаимный интерес для наших стран. Если сотрудничество с этими странами и объединениями только в планах, то результат прошлогоднего решения Высшего Совета налицо. Зона свободной торговли с Вьетнамом уже создается. Таким образом, экономический союз емкостью в 182 миллиона человек, занимающий 14% мировой суши, развивается и расширяет свое сотрудничество, несмотря на имеющиеся сложности. К слову, о проблемах говорили сегодня и о них. Следует избавиться от внутренних изъятий и ограничений во взаимной торговле. Как бы наше объединение не эволюционировало, сначала таможенный союз, затем единое экономическое пространство, наконец Евразийский экономический союз, количество этих изъятий и ограничений не изменилось. Так и осталось на уровне шести сотен. Равные экономические условия для государств-участников ЕС и безбарьерная среда до сих пор не созданы. Не могу не согласиться с коллегами, которые выступали по поводу того, что их еще очень много. Напомню только, что из выявленных на этапе подготовки договора о Союзе 422 торговых ограничений, более 80 уже устранено, еще около 30 находятся в процессе отмены, а 16 должны быть ликвидированы в течение текущего 2016 года. Собравшиеся в Ахурде лидеры Евразийской пятерки отмечали, что нынешний мировой кризис для Союза является испытанием. И именно сейчас важно искать новые пути развития. Тем более, что у Казахстана в этом плане есть наработки. Наши принимаемые нами в том числе и сегодня решения должны быть осязаемы для наших граждан и бизнес-среды, для каждого покупателя товаров и заказчика услуг, который на собственном примере прочувствовал бы преимущество интеграции. Достичь этой цели можно посредством согласованной работы в направлении минимизации нагрузок на бизнес, устранение технических барьеров, создание условий для выхода на общие рынки ЕАЭС. Договор о создании Евразийско-экономического союза, он был подписан 29 мая 2014 года. Договору всего два года. Реально союз еще меньше работает. Совсем юный возраст, но в то же время уже видно, что у нашего союза огромный потенциал. Безусловно, уже есть определенные результаты, успехи. Есть и промахи, и потери, и искусственно создаваемые проблемы. Но, видимо, так и должно быть в молодом организме, который, скажем так, только родился, можно сказать. Но мы все, мы все главы государства и народы наших стран, мы должны четко для себя осознать, у наших народов, у наших стран нет другой альтернативы. Сотрудничество с третьими странами и экономическими блоками и дальше будет только расширяться это направление в числе главных в год председательства Казахстана в ЕАЭС. По моему предложению, как председателя нашей организации в этом году, было объявлено годом углубления экономических отношений Евразийского экономического союза с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями. В своем обращении я упоминал, что ЕАЭС мы видим открытым сообществом, органично интегрированным в мировую экономическую систему, служащим надежным мостом между Европой и Азией. Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором и будут обсуждены первые результаты астанинской встречи, сегодня было решено провести в Москве в декабре этого года. Дания Рамазанов, Умир Бекизимов, при поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан, Астана, 24КЗ.